Собор святителя Петра в Высокопетровском монастыре – это единственный в России столпообразный храм XVI века. Именно на этом месте и началось становление обители. Изначально на месте храма святителя Петра стоял деревянный храм в честь апостолов Петра и Павла, основателем которого был сам митрополит Петр. Здание того храма было деревянным, но ввиду его обветшания в начале XVI века на его месте построили каменное здание в итальянском стиле. Это собор святителя Петра, который является самым древним храмом обители. В этом итальянском стиле, значит, очень необычный стиль для Руси, потому что имеет форму ротонду, значит, круглый форм. И это необычная такая форма, такой образ для древней Руси в это время. В то время на Руси по обыкновению строили храмы крестово-купольного типа, но итальянский зодчий Алоиза Ламберти де Монтани, на Руси более известный как Оливис Новый, который возглавил строительство собора, выбрал именно столпообразный тип для этого храма. Руками этого же зодчего был построен Архангельский собор в Кремле и еще 10 храмов в разных частях Москвы. Столпообразный храм, если упростить, это значит, что внутри храма не находятся столбов, которые поддерживают своды. Сам по себе храм по своей архитектуре напоминает столб. То есть внутри нету никаких перегородок, дополнительных конструкций, ну, кроме иконостаса, который здесь, безусловно, изначально находился и сейчас находится. Стены Петровского собора были свидетелями жизни Василия III, Ивана Грозного, польско-литовской интервенции и Отечественной войны 1812 года, события которой отразились на жизни обители. Необходимо заметить, что в 1812 году монастырь, он не сгорел во время оккупации Москвы армии Наполеона во время московского пожара. Тут неподалеку, буквально на противоположной стороне Кропивинского переулка проходит, который по южной границе Высокопетровского монастыря располагалась резиденция маршала Бертье. Он был начальником штаба наполеоновской армии. И в монастыре находились конюшни, казармы французских солдат. Храмы были разграблены, осквернены. В частности, скорее всего, конюшня находилась и в Петровском соборе, о котором мы сейчас говорим. И о храм надо было освящать заново. Летом 2006 года, прямо во время богослужения, в иконостас попала молния, удар которой прошел через накупольный крест храма. Потому что нимб у святых они позолоченные. Там частица металла содержится от высокой температуры, этот металл расплавился, и поэтому остаются такие следы на нимбах у Иоанна Крестителя, у Христа и у Троицы. Там немножечко следы остаются. Ну, так решили оставить на память это неотреставрированным, потому что произошло это прямо буквально накануне дня памяти Иоанна Крестителя. Храм Святителя Петра, как и большинство храмов России, прошел через непростые времена и был многократно осквернен. Но, несмотря на это, он ожил. И с тех пор, как патриарх Московский и всеяруси Кирилл осветил собор в 2014 году, в нем возобновились ежегодные богослужения.